Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet Server GTA 5. Всё как всегда. И сегодня мы вместе с вами посмотрим работу курьера. Сколько там платят и стоит ли там работать. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. А если вы не поняли, то на фоне это моя аудиорвозь. К сожалению, очень мало людей посмотрели эту серию. Серия была очень интересна. Мы, можно сказать, там гонялись и типа тюнили эту тачку. Поэтому ссылочку на неё я оставлю в описании. А чтобы не пропускать следующие мои серии, обязательно подписывайтесь на канал. Ведь наша цель 3,5 тысячи подписчиков к Новому году. А также нажимайте колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми. Никогда их не пропускать. В принципе, да. И пока я говорил, мы уже подъехали к работе доставщика курьера, короче. Давайте съедем. Короче, об этой работе я узнал буквально месяца два назад. Когда работал, как бы ресурсы собирал на бирже. И мне сказали, работа курьера. Я такой, что здесь такое есть? И они такие, да. Я такой, офигеть. И находится она как бы в центре Лос-Антоса. И достаточно выгодная, если у тебя есть быстрый автомобиль. И сегодня мы это выясним. Это так или не так. Знаешь что, пацаны? В первую часть ролика мы будем просто работать. А во второй части ролика я вам расскажу, сколько же экспи и денег можно заработать за один час, за два часа. Какие самые выгодные маршруты и стоит ли здесь работать. Поэтому смотрим внимательно до конца. Знаешь что, работа курьера. Заходим, надеюсь, там ничего не нужно будет. Используйте лишний трансфер, чтобы забирать посылки от правителей и доставлять их на почтовый склад. Так, R нажимаем. Вот это все понятно, как на любой работе. Премия. Дедайте по... Ну, если у тебя прям овер, быстрая тачка, то это прям топ, мне кажется. Знаешь что, R. Панель заказов и военная база 12, 12, старая ферма. Палета бай 24 тысячи. Давайте. Ну, конечно, блин, мне кажется. Военная база, блин, она по факту 3,1 километра. И платят 11 тысяч. Это 6,2. Ну, плюс-минус, да. Поэтому давайте возьмем... А, ее уже, походу, взяли, да? Короче, мне кажется, здесь пацаны не даром так долго стоят. Они реально что-то ждут. Прямо что-то годное. Поэтому есть здесь 100% какие-то дальнобойщики. Есть какие-то выгодные маршруты, по которым нужно ездить. Например, старая ферма. Где она находится? 5,7 километров. Давайте возьмем ее. Ладно, да. Все-таки Палета бай будет получше, да. Потому что здесь вот сюда ехать. Палета бай чисто по прямой и туда по прямой. Тачку разогнал и вообще изи. По Буруму доехал. Почему я не рекомендую ехать к военной базе? Потому что здесь очень дохера поворотов. И здесь не будешь ебашить, как по этой прямой. Поэтому, скорее всего, все ждут доставку вот этих посылок из Палета бай. Поэтому мы засекаем время сейчас 15.18. И посмотрим, за сколько я долечу на Audi R8. Едет на 340 километров в час. Это хорошо, но то что... Заглохло? Что-то сейчас офигел. Едет она хорошо, но то, что она рулится, это, конечно, не особо очень. Потому что ее заносит. Из-за того, что у нее 80% мощности идет на задний привод и 20% на передний. Поэтому она по факту передний... Он говорит передний. Задний приводный, вот. Хотя на трассе она стоит нормально. Прям нормально. Ну да, конечно, Палета бай будет повыгоднее. Потому что в Палета бай ты сел и ебашешь по прямой туда и назад. А здесь тебе нужно сворачивать. Типа за 2000 еще разница, что в Палета бай тебе больше заплачет, чем сюда. Ты поедешь. Ну да. Короче, нужно ехать только в Палетку. Я думаю, это самый выгодный маршрут. Если это не так, можете поправить меня в комментариях. Мне кажется, здесь ремонт R8 в 24 тысячи не обойдется. А, выхлоп в воздухе. Понимаю. Ожидайте. Ну, давай, поожидаем. А, 3 секунды или 2 подождать. И все. И куда? На базу? На базу. А, это вообще изи. Как бы просто берешь свою любимую тачку и катаешься. Витой, и что у нас? Мы выезжали 5.18. 15.18. Сейчас 15.23. То есть мы, получается, доехали за 5 минут туда и назад. Так, ну можно? Все. Ожидайте. Все, 22 тысячи. Ну да, лучше бы в Палетку. Потому что в Палетку быстрее ехать. 55 за выполненный заказ. Ничего себе. Склад, военная база. Нет, склад это говно, реально. Хотя, если ехать на маленькой дистанции, чтобы рубить как бы опыт, мне кажется, тоже будет нормально. Но лучше всего ехать в Палетку. Если бы она еще динамически как-то обновлялась, этот список, было бы вообще идеально. Либо кнопку вот здесь обновить, добавить. Мим бы вообще цены не было. 24-й. Есть. Спустя 20 минут, 18, если быть точным. Я хотел Палетобай. Охренеть. Знаю что, оп. Все, полетели. 2,5 минуты мы сюда долетели. 2,5 минуты назад сейчас будем. 5 минут я и отсюда приехал. Что от фермы, что от Палетки одинаковое расстояние. Поэтому лучше всего ждать Палетку. Так как с заказами очень все плохо. Едьте либо туда, либо туда. Добро пожаловать. Вот, обновляю. И, конечно же, нихера нет. А, в Палетке дают 60, а то бы это не 55. Поэтому да, лучше Палетка. О, старая ферма. Кстати, этот раз я ждал не особо долго. 22 тысячи подумаешь, на 5 опыта меньше, чем Палетки. Но я ждать Палетку не буду. Поэтому, бацан, берем лучше. И либо то, либо то. Отвезли мы еще один заказ. Так что нормально по бабкам. Конечно, уже больше, чем полчаса работаем. Но это реально. Чем больше здесь тебе будет конкурентов, тем сложнее тебе будет. Погнали, короче, в Китайский вот этот городок. 8 минут нам дают. 17 тысяч нам платят. В принципе, нормально. Потому что Палетка и ферма это очень долго будет появляться. Это 100%. В принципе, Китайский городок чего? То есть, Сэнди Шортс, это деревня Тревор. И, если что, блять, лучше здесь притормозите, пацаны. Потому что улетите, как и я. Хотя этот раз было вообще нормально. В принципе, нам что, полететь до трассы. И, ой, мне не нравится, что она там где-то в краю. Сбоку. Ну, короче, по трассе. Сэнди Шортс, Сэнди Шортс, Сэнди Шортс, да. И влево, я думаю, там недалеко. Знаешь, вот здесь этот ресторан. Очень мне не нравится. Потому что ехали мы к нему целых две с половиной минуты. Так, что нам дает? 17 тысяч. И сколько опыта? 40? 40, да. Ну да, не особо выгодно, конечно. Я только что взял ферму. Но у меня рисуется за 22 тысячи вообще другая ферма. Серьезно? Это где-то ферма? А, вот, реально. Ничего себе, думал, только одна ферма за 22 тысячи. Понятно. Понимаю. Так, а куда ехать? Где-то в гору? Серьезно? Серьезно в гору? Ебать, наверное, 8, оффроуд или еще? Да. Ебать. А, здесь дорога есть специально внизу. Ну. И так пойдет. Я впервые вообще в GTA 5 здесь дохожусь. Лол. Чисто, братан, на сено отвезли. Село другое. Ну. Наконец-то. И сколько надо тут? 26. А, это, походу, это премия я затупил. 26. А потеря 24. И заказ появился на больше. Как бы опыта дают больше. Из-за того, что у тебя премия повысилась. А, так, так, это заебись. Есть. Еще взял. Смотри, какой пиздец везучий. Опять с Ешкой 200 едем. 2 минуты и 10 секунд и я уже здесь. С каждым разом все быстрее и быстрее. 4,5 минуты и я уже здесь. Давай еще новый заказик. 70 уже дают. Офигеть. Ну, а что, теперь можно переходить к статистике по этой работе. Знаешь что, самых 3 выгодных рейса это Политобай. Второе это ферма. И третье это китайский ресторан в Сэнди Шорт. Знаешь что, теперь давайте перейдем к выплате ЗП по премии и также по опыту. Знаешь что, самый выгодный маршрут это Политобай. Без премии ты можешь получить 24 тысячи и 60 опыта. Премия 10% тебе дает 26 тысяч и 65 опыта. Премия 20% дает тебе 29 тысяч и 70 опыта. Премия 30% дает тебе 31 тысячу и 75 опыта. В этот момент без премии на ферме ты можешь получить 22 тысячи и 55 опыта. Премия 10% ты можешь получить 24 тысячи и 60 опыта. Премия 20% 27 тысяч и 65 опыта. Премия 30% ты можешь получить 29 тысяч и 70 опыта. И последнее это китайский. То есть, без премии ты можешь получить 15 тысяч и 40 опыта. С премией 10% ты можешь получить 17 тысяч и 45 опыта. С премией 20% ты можешь получить 19 тысяч и 50 опыта. И с премией в 30% ты можешь получить 21 тысячу и 55 опыта. Окей, теперь о зарплате вы узнали. Теперь давайте рассчитаем сколько же при идеальных условиях. Идеальные условия, так как в физике сейчас буду говорить. Это когда у вас 5 минут на рейс и вы приезжаете и сразу берете другой. Кстати, сейчас зарплата будет очень интересно отличаться. Потому что первый час вы работаете без премии с 10% премии, 20% премии. А третий час вы уже работаете чисто на 30% премии. И здесь зарплата отличается между первым и вторым часом. Знаешь что, при идеальных условиях в Paleta Bay ты можешь получить за первый час 326 тысяч и 800 опыта. За второй час ты можешь получить 370 тысяч и 900 опыта. В этот же момент на ферме ты можешь получить 302 тысячи и 740 опыта за первый час. И за второй час ты можешь получить 345 тысяч и 840 опыта. И последний китайский. За первый час ты можешь получить 212 тысяч и 470 опыта. Это при идеальных условиях. Если вы будете ездить 5 минут на рейс и вам будет выпадать только этот маршрут. Когда это доступно, это доступно только ночью. Как бы днем у вас так не получится. А в среднем, более реальным условиям, ты можешь заработать от 280 до 320 тысяч и 750-780 опыта за первый час. За второй час ты можешь заработать где-то 330 тысяч-360 и опыта 850-880. Так мимолетно давайте сравним с Вандурой. Ну сколько? Чтобы Вандуру фул забить, нужно где-то минут 30-40, да? И ты получишь на Вандуре 255 тысяч и 545 опыта. Так что решай тебе, где ты хочешь работать, либо на курьере, либо на Вандуре. Ведь на курьере нужно быть внимательным, нужно по-быстрому ездить, ничего не собирать, вовремя следить за бензином. А на Вандуре и на луте ресурсов просто нужно чекать биржу и нажимать клавишу Е и слаживать инвентарь. Ну а в принципе на этом все. Если ты узнал что-то новое, обязательно напиши в комментарии об этом, поставь лайк, помоги продвинуть этот ролик в топ. Также не забывай про подписку, ведь наша цель 3,5 тысячи подписчиков к новому году. Здесь выходит очень много интересного, полезного и веселого контента. Также нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым и никогда их не пропускать. Ну и с тобой был Эвн, всем желаю хорошего дня, всем удачи пацаны и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok